Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Измени свою жизнь». По вашим просьбам, многочисленным вашим просьбам, я сегодня посетила очень хороший фитнес-клуб. И сегодня мы поговорим со специалистом фитнес-клуба, руководителем этого клуба Ольгой. И зададим несколько вопросов, которые вы мне постоянно на моем канале задаете. Итак, мои хорошие, после похудения, когда мы скинули свой ненавистный вес, у нас появились описания кожи. И как же быть? Стоит ли ходить в фитнес-клуб? Сейчас мы спросим у Ольги. Итак, Ольга, стоит ли нам, возрастным дамам, посещать, ходить в фитнес-клуб, чтобы как-то улучшить состояние своей кожи и здоровья? Дорогие подписчики, не люблю это слово «Воя красная». Мы девочки, мы девочки, мы обязаны у вас спортом ради своего здоровья, ради того, чтобы подтянуть как раз вот ту кожу, о которой вы сейчас говорили после похудения. Вы прекрасно все понимаете, вы взрослые люди. Вернуть красоту 20 лет у вас не получится, но создавая мышечный каркас, вы помогаете своему позвоночнику держать вас в прямо стоящем состоянии раз, что однозначно хорошо повлияет на сердечно-сосудистую систему. Потом, работая с мышцами, у вас подтягивается кожа. Конечно, где-то будут от вислости, от вислости. Совсем полностью от них избавиться только за счет спорта и диеты не поможет. Вы учитесь в этом лукарить, вы должны это осознавать. Но изменение рельефа через какое-то время при вашей регулярности вы однозначно увидите. Коля, вот еще такой вопрос. Каждому, кто приходит в ваш фитнес-клуб, подбирается индивидуально или какие-то общепринятые упражнения и так далее. Я не очень понимаю в этой системе. Вот прошу объяснить, как же подбираются занятия для наших, допустим, дам, которые к вам обратятся. Здесь приемлемы как индивидуальные подходы, так и групповые тренировки. Опять же, это зависит, во-первых, от состояния вашего здоровья. Если все мы разные, все мы индивидуальные. Если у вас есть уже какие-то приобретенные заболевания, и часто так случается, что не каждая групповая тренировка подойдет конкретно под вас. Конечно, обычно мы рекомендуем только пришедшим в клуб занятия с персональным тренером. Он поэтому и называется персональным. Что он будет подбирать тренировки персональных под вас. Но если вы абсолютно уверены в своем здоровье, вы можете пройти любую глуповую тренировку, то есть это в группе, посмотреть, как вы на нее реагируете. Есть ухудшения, есть улучшения. Вы себя после него плохо чувствуете, хорошо чувствуете. И остаться в этой группе. Тренировки разнообразны на любое желание и вкус. От спокойных кулакосов, здоровой спины, йоги, до очень-очень активности, функционального тренинга, степ, зомбо-танцевания. То есть подобрать есть из чего, но в любом случае вы должны ориентироваться на свои ощущения и на реакцию своего организма. Я считаю, что так. Все понятно, Оля. Еще такой вопрос. В какое время происходят тренировки? Можно ли выбирать дни, время и так далее? Если это касается персональных тренировок, то вы тренировки проводите после голосования с тренерским составом, с тренером, который с вами занимается. У нас заведено так, что тренеры к вам приходят под определенную запись. То есть вы договариваетесь предварительно, он хоть рано утром, хоть поздно вечером, хоть я, он приходит к вам к этой тренировке. Если это касается групповых тренировок, здесь, конечно, немножко все посложнее. Мы не можем группой. Она потому и группа. Они проходят строго по часам. Есть утренние тренировки и самый большой комплект тренировок, количество тренировок, конечно же, вечером, потому что большинство сейчас в городе, как мы видим, работают 5 дней, и мы ориентируемся на тех, кто приезжает в город, возвращаетесь в работу вечером. Там самое большое количество тренировок и самое разнообразное количество тренировок. Вот здесь уже придется четко на время ориентироваться. Понятно. Оля, еще такой вопрос. Когда мы приходим, допустим, я приду в ваш фитнес-клуб записаться, мое посещение, вернее, первое, обязательно будет знакомство с вами или вы представляете сразу тренеру? Или все-таки я знакомлюсь сначала с вами? Смотрите, я очень большое количество времени, либо я, либо мы супруг, владелец этого зала, мы очень много проводим времени в зале. Не 24 часа, конечно, но мы часто здесь находимся. Шанс, что вы нас здесь увидите и встретите вначале нас, а потом администраторы, даже по мне, возможно, очень велик. Если вы хотите, я вообще абсолютно принимаю эту ситуацию, вы стесняетесь не то, что зайти сюда, а вы подойти сюда стесняетесь. Набелите мне, позвоните, скажите, я приду в это время, я приду вам экскурсию, я познакомлю вас со всем тренерским составом, я объясню по каждой групповой тренировке. Вы посмотрите, подумайте, примейте к себе, а потом уже тогда произойдет ваше знакомство с клубом и с тренером, и со всеми остальными, что вам уже захочется. Это все решаемо, обсуждаемо и абсолютно не проблематично для меня. Я для этого, в принципе, и училась, и обучалась, и совместно с супругом для этого мы открывали фитнесу. Мои дорогие подписчики, я надеюсь, что вся информация, которую до нас донесла Ольга, будет вам очень полезна. Адрес, все координаты этого фитнес-клуба, прекрасного фитнес-клуба, я сейчас, мои дорогие, еще сниму маленько зал, где занимаются уже люди. Я оставлю под этим видео. Пишите, мои дорогие, задавайте свои вопросы. Помните, я отвечаю всем и всегда. Напоминаю, что адрес фитнес-клуба я оставлю с координатами под этим видео. Итак, мои дорогие, сейчас я пройду фитнес-зал и покажу маленько вам, как он выглядит, чтобы вы имели представление. Очень чистенько, аккуратненько, все очень красиво. И вот тут занимаются наши люди, которые хотят привести себя в хорошую форму. Места очень много, чуть не сказала мало, очень много. Поэтому, мои дорогие, мне очень здесь понравилась, понравилась Ольга, руководитель этого клуба. Итак, мои дорогие, я очень надеюсь, что эта информация будет вам полезна. Поблагодарим Олю за то, что она нам рассказала. И будем рады знакомства с ней. А пока, пока-пока, мои дорогие.